Виктор Ивановича Петрика. Мне было очень приятно, с каким энтузиазмом, вдохновением он рассказывал о своей разработке. Вот это гениальная разработка, безусловно. Она очень насыщенная, она содержательная, она непростая. Там очень много современных, сложных, научных моментов в этой разработке. И она наукоемкая, как это сейчас принято говорить. Действительно, это так. Есть оригинальные моменты, несомненно. Много оригинальных моментов. Но здесь вот все по Эйнштейну. В итоге, когда это все насыщенно, когда это так умно, выглядит достаточно просто, но не проще, чем допустимо. На самом деле там очень много сложных интеллектуальных вещей, много интимационных моментов. Конечно, мне кажется, что насколько быстро это войдет в практику, жаль, что может пойти нашим российским вариантом, и это может быть долго. А реализовано, в моем понимании, может быть эта разработка бесконечным числом самых фантастических вариантов. Это отразится и на экологии, и на окружающей среде, и на безопасности нашей жизни, на нашем здоровье. Вопросы энергетики многие можно поставить здесь. Питание, здоровье, как я уже сказал, конечно. И принципиальной реконструкции технической среды, самой техногенной обстановки вокруг нас. Потому что все мы можем начать существовать с новыми источниками энергии. То есть пока главный источник это все-таки Солнце. Это одна из форм. Все время носить маленькое солнышко с собой в кармане, либо где-то еще, либо в отражающих элементах. Мне все очень понравилось. Мне, конечно, это будущее большое. А вообще вот в целом про личность Фиктора Ивановича, я понимаю, что он вам много сегодня всего понравится? Нет, он очень интересный человек. Само общение с ним, конечно, это уже отдельная статья, это отдельное удовольствие. Он настолько заражает своей энергией, глубиной идеей. Иногда с ним довольно сложно общаться, потому что я лично не всегда успевал за его мыслью. И моей коллеге тоже мне показалось, потому что он говорит о удивительных вещах просто, но через много этапов. И приходится очень, ну не всегда успеваешь реконструировать ту логическую цепочку. Он говорит уже результатом, выводом. А за ним очень многое стоит. Кстати, это вот здесь он попытался специально ради нас упростить этот эксперимент. Показать, как можно дойти до удивительных вещей, достать, а на самом деле у него очень сложные установки. Удивительные, с самого современного уровня. Причем он сам, я так понимаю, делает установки. Он сам техническое оформление проектирует, он сам делает. Он использует сложные, современные, так сказать, химические компоненты, газов-носители. Газов не простых, а довольно идеально продуманных по структуре молекулы. Они функционально насыщены, они правильны под эту задачу. Поэтому он очень эффективно ее и решает, потому что там много науки заложено в его молекулярных системах. Мне это понравилось. Но вот те сверхсложные и труднодоступные, как раз они, кажется, обычными. А вот эта разработка, которая была сделана, как Владимир Михайлович Номатор сказал, на наших глазах, вроде, так сказать, был произведен сложный композитный, так сказать, вот нано-порошок углеродный. Естественно, каждый раз процедура эта неповторима, она оригинальна, поэтому мы имеем, так сказать, фазы представления каждый раз разные. А вот из этого было сконструировано рабочее устройство на наших глазах, и на наших глазах оно дало электрический ток. Поэтому я просто в восхищении, мне все понравилось. Спасибо. Рад, что я присутствовал при демонстрации, которая именно лично Виктор Иванович. Спасибо.